Псс, парень, немного в фабрике не желаешь? Вот здесь вот выберем всегда доступность очереди исследований, чтобы можно было в очередь науку ставить. Ну и сид карты поставим 17, так как это база 17. Что ж, не будем тянуть кота за всякое, жмем играть и смотрим, что у нас получилось в итоге. Итак, карта. Что у нас тут имеется? Имеется у нас две базы под боком вражеских. Почему не так близко, только мне непонятно. Ну да ладно, а, вот еще одна. Ну здесь, наверное, черви, потому что какая-то мелкая. Так, ресурсики полмиллиона, 300 тысяч, 150-160 камень. Ну, я думаю, сойдет. Для старта вполне, чтобы построить нам джамбейс. Естественно, первым делом мне нужно пару деревяшек срубить, поэтому срубаем немножко лес. Для тех, кто вдруг не в курсе, игра Факторио это игра про автоматизацию, про строительство фабрик и их автоматизацию. Итак, дерево срублено у нас, поэтому на протяжении всей игры мы будем строить наш большой мегазавод. И потихонечку автоматизировать все производство на этом заводе. Ну, а в первую очередь мне нужно поставить добычу ресурсов начальную. Ну, а еще первее я, наверное, расставлю у себя на панельке быстрого доступа. Так, бур-печка. Дальше можно перенести пластину, чтобы видно было, сколько деревяшки, чтобы просто тоже количество видеть. И сейчас можно вот такую замечательную вещь сделать. Конвейер. Далее подземный конвейер. Тут ставим разделитель. Сюда можно поставить желтый манипулятор. Здесь, наверное, пускай будет синий. И сюда ставим красный манипулятор. Ну, и далее мы вполне можем тогда расставить наши добывалки. Так, первую поставим сюда. Сразу же можно печку поставить, чтобы добыча ресурсов сразу в печку летела. И заправляем топливом. Сюда деревяшку и сюда. Ctrl, правая кнопка мыши у нас заправляет половину стака. Ctrl, левая кнопка мыши, полный стак. Так, далее. Мне нужно нарубить камни. Камень мне сейчас понадобится для того, чтобы делать печки. И в том числе твердотопливные буры. Потому что печка идет как часть твердотопливного бура. Очень здравствуйте. Я, Долбатрон. Железный ящик на колесах. Производство Фачтори Аддинамичс. Я буду вам сливать секретную информацию по механикам игры. Только никому не рассказывайте. А то меня сдадут барыгам в металлолом. Итак, камни я нарубил. Тут, в принципе, уже на какое-то время хватит. Можно заказать крафт печек. Пускай крафтится. Правая кнопка мыши. Сразу по пять штук заказываем. Оставшиеся бревна вот эти можно немножко подрубить. Потому что лес лишним никогда не бывает в начале игры. Это позже он станет главным врагом в этой игре. А в начале бревна нужны. Сначала ими топим печку. Затем мы из них делаем опоры и линии электропередач. Так, здесь я расставлю 10 штук. На старте нам понадобится достаточно много железных пластин. Поэтому сразу же можно сконцентрироваться именно на них. То есть 10 печек и пускай они плавятся. Далее. Добыча угля. Делаем два бура. Ну, пока буры делаются, можно срубить тут оставшиеся деревья. Итак, есть у нас два бура. Ставим их таким образом, чтобы бур один и в другой. Друг в друга смотрели. Тогда они будут добывать. Здесь закидываем одну. Одно полено. Правая кнопка мыши. Замечательно. Теперь со временем они будут добывать уголь. Моя задача будет сводиться к тому, чтобы ходить и от уголь забирать. Ctrl-левая кнопка мыши поверх печки позволяет забрать оттуда ресурс. Так, здесь кончилось топливо. Сюда пятерочку. Опять забираем. Вообще, Ctrl-левая кнопка мыши, она зависит от контекста. Если у вас в курсоре находится уголь, то вы Ctrl-левая кнопка мыши загружаете этот уголь как топливо в печку или в бур. Поэтому этим нужно пользоваться, чтобы быстрее все это делать. Здесь расставляем далее еще буры. Сейчас я напоминаю, нужно будет нам расставить весь вот этот массив, чтобы как можно быстрее получать на выходе готовое железо. Ну вот, а Ctrl-левая кнопка мыши позволяет половину стака закинуть. То есть мы таким образом можем по чуть-чуть закидывать. Естественно, все это настраивается в клавишах горячего доступа. И я говорю команды, которые по дефолту работают. Вот здесь, кстати, Alt-переключение. Видим, стрелочки есть. Если нажата эта кнопка Alt-а, можно просто Alt нажимать на клавиатуре. Можно вот тот квадратик. Здесь забираем сразу. И нужно продолжать крафтить твердотопленные буры. Да, и обязательно не забываем расставлять дополнительные буры на добычу угля. Потому что вот этих вот двух нам не хватит. Поэтому ставим сюда один сюда и один сюда. И поворачиваем верхний вот таким образом. Сейчас будут четыре буры друг в друга грузить. И у нас угля будет еще больше. Ну и необходимо заправить топливом то, что здесь вот у нас кончается. И продолжаем этим заниматься. Как мы можем видеть, наше производство дает загрязнение. Вот это вот красное пятно, которое я сейчас показываю, его можно включить-выключить справа. И вот гнезда, как только до них дойдет это самое загрязнение, они начнут плодить на нас жуков. Жуки будут набегать и пытаться нас съесть. Такие вот дела. Но против жуков можно ставить оборону. Здесь мы продолжаем нашу рутину. Сейчас наша задача, это, как я уже говорил, наделать буров. Здесь можно еще поставить два. Например, сюда и сюда. И вращать можно R в одну сторону, Shift-R в другую сторону. Я думаю, вот этого количества буров на угле нам вполне хватит, чтобы обслуживать наше текущее производство железных пластин. Скоро, кстати, она будет поставить уже медные пластины дополнительно. Здесь мы закидываем, потому что топливо постоянно кончается. Пока что мы все это делаем руками. Скоро мы это автоматизируем. Осталось тут поставить четыре штуки. Третья, четвертая. Замечательно. Теперь наша задача установить немножко медного производства здесь. Ставим сначала вот так вот. Первый, второй, третий, четвертый. Я думаю, мне четырех печек вполне хватит. Нужно единственное, что доделать. Опять же, бры твердотопливные. И сюда же камень. Камень мне потребуется для того, чтобы делать покрытие из каменных блоков. Так, печки сюда обязательно, чтобы сразу каменные блоки производились. И здесь нужно поставить пару бров, чтобы буры добывали непосредственно сам камень. Потому что мне надо из чего-то печки крафтить. Закажем ящик. И ящик нужно будет установить. Так, здесь на немножко побольше, наверное, тоже четыре поставлю, как на меди. Три. Ну, тут кончилось немного. Итак, наш ящик. Сюда на панельку его. И сразу установим. Сейчас, в принципе, пойдет вся та же самая рутина. В общем, уже все плавится. Забираем блоки. И блоки можно установить в качестве покрытия. Поставлю на панельку, чтобы можно было их отсюда быстро забирать. Покрытие вот это вот. Его можно увеличивать плюс-минус на дополнительной клавиатуре. Это та, что справа у вас. И установка позволяет быстрее по этому покрытию бегать. Очень полезная вещь. Очень нужная. Сразу можно разметить, где она примерно пойдет. Я беру призрак, размечаю призраком. Потому что у меня отсутствует материал. Если у вас нет призрака, заходите в видос по обзору 0.17. Я там показал, как его включить. А здесь я делаю разметку для того, чтобы мне ориентироваться, где я примерно буду бегать, в каких местах, где у меня пойдет база. Потому что чуть позже мне нужно будет поставить электростанции и сделать автоматическую добычу уже. Некоторые игроки, кстати, сейчас делают какие-то стартовые небольшие базы, джамбейсы, и из них строят свою большую фабрику. Теперь давайте прикинем, как у нас и где должно быть электричество. Что-то загрязнение как-то совсем распространяется. Можно сверху, можно слева, можно справа поставить электростанцию. Но мне эта идея чуть не очень нравится. Так, я, наверное, знаете, что сделаю? Я там запитаюсь насосом и проведу вот так трубу сюда. И электростанция будет у меня вот в этом месте находиться примерно. Сразу на панели поставим трубы и кривые трубы, потому что мне пригодятся. Здесь установим опоры и линии электропередач и самые большие, стальные. Так, труба. Опять же, через призрак. Примерно здесь, наверное, у меня будет начинаться электростанция. Насос. Дальше мне понадобятся трубы. Немного кривых, немного прямых закажем. И сейчас, в принципе, нужно пойти все это разметить. Так, идем примерно там, где у нас поставлен призрак. Так, насос. Да, здесь немножко мешает дерево. Дерево можно вырубить без проблем. Да, насос придется, наверное, вот сюда вот чуть повыше поставить. И от него тогда обратным ходом можно подземную трубу тянуть. Зажимаем просто левую кнопку мыши и побежали в сторону. Оно само все автоматически расставляется. Вполне себе удобная тема. Да, трубы, как всегда, закончились не вовремя. Ну и пока у нас крафтится недостающий, я думаю, можно немножко дерево подрубить. Потому что древесина мне сейчас понадобится на то, чтобы сделать опорой линий электропередач. Кстати, раз уж мы тут, давайте-ка рыбки наловим. Зажимаете просто кнопку мыши и она у вас собирается. Так, собирается, говорю. Небольшой запасец нужно сделать. Рыба позволяет хиляться во время того, как вы с жуками воюете. То есть, если у вас хп немножко просадили, вы рыбку юзаете в свободном месте карты. Ну, точнее, в свободном месте экрана. И у вас хп восстанавливается. Удобная тема. Вот сюда также на панели нужно поместить эту рыбу. Пускай она здесь будет. Далее, нам нужно до конца развернуть энергетику. Заказываем бойлеры. Бойлеры превращают воду в пар внезапно. И нам нужно будет заказать паровые двигатели. Паровые двигатели превращают пар в электрическую энергию. Уголь продолжаем собирать. Еще немного и это все кончится. Вот эта рутина ручная. Медь тоже продолжаем собирать. Она нам нужна. Это все тоже продолжаем собирать. Это все одинаково. Я большую часть собирания этого просто вырезаю. Так, бойлер. Значит, подключаем его одним концом к воде. Здесь ставим еще два бойлера. Ну и выше, в принципе, можно еще бойлеров поставить. Я тут, наверное, массив сделаю. Ну вот, примерно как-то так это ставим. Производительность насоса 1200 в секунду. Бойлер производит 60 паров в секунду. Значит, один насос может запитать 20 бойлеров. Генератор максимум потребляет 30 паров в секунду. Итого получаем по два генератора на бойлер. Бойлеры я ставлю попарно. Между каждой парой бойлеров идет труба. Делается это для того, чтобы мы могли вот так вот опоры, линии электропередач расположить между генераторами. Сюда. Сюда один. Ну и выше можно заранее один поставить. То есть между этими столбами будут у нас генераторы электрические. Сейчас они у меня докрафтятся, и можно будет их расположить. Что все это время занимает. Ну а мы пока продолжаем забирать каменные блоки и расставлять их потихонечку. Точнее у меня тут уже расставлено. Генераторы. Один, второй. Как мы все наверное уже догадались, два генератора на один бойлер. 20 бойлеров на один насос. Все очень просто, рейд и легко рассчитывается. Все это есть на игровой википедии. Кто мне не верит, можете зайти туда. А кто не верит долбатрону, к тому он придет ночью во сне. Да, накажем этого двоечника. Итак, у нас практически все расставлено и практически все готово для того, чтобы запускать нашу энергетику. Немножко бойлеры здесь доустанавливаю. Бойлеры соединяем, как я уже говорил, попарно трубой. Вода сквозь все бойлеры успешно себе протекает. И не забываем запитывать их углем. Так, дальше опоры нужно немножко тут... Так, что-то мне вот это вот не нравится все. Надо, знаете, наверное, как сделать. Вот сюда вот поставить. Эти придется передвинуть. Кстати, основной девиз этой игры. Все круто, но переделывать. Переделывать здесь придется много, часто. И порой даже очень болезненно. Поэтому просто привыкайте с самого начала. Ну а здесь внизу нужно продолжать все это доделывать. Сейчас нужно будет, кстати, уже разворачивать науку. Потому что наука у нас вообще не следуется никак. Так, немножко тут доделаем дорожку. Дорожка-то хорошо позволяет быстро бегать. И доустанавливаем опоры и линии электропередач. Я их буду периодически называть столбами. Ну, столбы, а не и в Африке столбы. Так, сюда налево точно так же нужно разметить. Ну, здесь достаточно, наверное, до сюда будет. Ну и пора заняться наукой. Так, лаборатория. И сразу же нужно заказать, наверное, исследовательские пакеты. Я их называю банками иногда. Красные банки 10 штук. Для первой технологии. Технология первая. Автоматизация. Сразу выбираем начать исследование. И здесь мы можем вот в эту панельку поставить очередь технологий. То есть вот эти все технологии. Военная промышленность, логистика. Это все можно задавать в очередь. Так как мы вначале при генерации карты эту опцию выбрали. Поставим, значит, следующее. Так, в очередь что нам поставить? Надо так-то военку поставить. Вот турели, например. Так, турельки. И дальше нужно будет вооружение персональное. То есть автомат. Это, наверное, вот эту технологию нужно будет исследовать. И мне нужна логистика, чтобы делать подземные конвейеры. Так, хотя логистика, наверное, знаете что? Мне, наверное, она в первую очередь нужна, поэтому надо немножко переделать. Все круто, но переделывай. Так, эти две. Замечательно. Лаборатория. Настало твое время. Так, поставлю я ее, например, куда-нибудь. Ну, скажем, вот сюда. Так, и банки. Банки закидываем. Ctrl, левая кнопка мыши. Здесь продолжаем нашу рутину. Собираем, расставляем. Абсолютно ничего не меняется. Так, дальше нужно наладить автоматическое производство вот этих банок, чтобы постоянно вот так вот мне их не закидывать вручную. Загрязнение. Что у нас тут? Да, загрязнение распространяется все дальше и дальше. Мне нужен радар. Радар откроет часть карты и будет потихонечку исследовать остальную карту в определенном радиусе. Так, нужно поставить сундуки и наладить автоматическое производство банок. Радар. Радар я поставлю, наверное, вот сюда вот. К сожалению, приходится несколько задач параллельно делать. Так, дальше, значит, назначим здесь сборочный автомат. Заходим сюда, выбираем серый сборочный автомат. И сейчас я призраками поставлю просто производство наших красных банок. Так, одну ставим, наверное. Так, где бы тебя поставить? Надо, наверное... Блин, надо, наверное, все-таки около лаборатории ее ставить. О, у нас готова автоматизация. Замечательно. Сейчас можно будет производить заводы. Здесь, видим, все автоматически продолжает делаться. Так, значит, закажем десяточку. Правая кнопка мыши по пятерке. И ставим два. Один. Ну, давайте сюда. Второй. Второй, второй. Как бы так, как-то неудобно. Ну, давайте вот здесь снизу по диагонали поставим. Вот. Вот, отлично. И обязательно закажем манипуляторы несколько штук. Так, дальше. Ставим ящик. Сюда вот. Расставляем сборочные автоматы. Так, далее указываем, где у нас будут стоять манипуляторы. Один сюда, второй сюда, третий сюда. Последний в лабораторию. И нужно назначить производство. Красные банки, значит, у нас сделаются в этом сборочнике. Так, на них нужна медь и железная шестерня. А железная шестерня делается вот здесь вот. Точно так же выбираем. Теперь задача положить в сундук железные пластины и медные пластины. Тем временем манипуляторы скрафтились. Расставляем один, второй, третий, четвертый. И нужно запитать все это электроэнергией. Ну вот сюда. Все, замечательно. Они начали производить банки. Поздравляю, у нас готова первая автоматизация. Логистика. Ждем, пока исследуется. А мы тем временем наладим автоматизированное производство первых расходных материалов. Так, поставим сборочник сюда. Второй поставим сюда. Точно такая же схема, как выше на банках. Так, тут у нас будет конвейер производиться. Здесь у нас будет производиться шестерня. Теперь расставляем сундук один сюда, второй, ну пускай сюда. И ставим манипуляторы. Q, это пипетка. Наводим курсором поверх какого-то объекта, нажимая кнопку Q, берете точно такую же копию. Так, столб. Все, сейчас останется сюда закинуть железные пластины и у нас начнут производиться конвейеры. Замечательно. Следующее производство. Так, следующее будет примерно здесь. Тут я буду просто производить шестерни. Манипулятор один сюда, второй сюда. Два сундука. И shift. Правая кнопка мыши на одном, shift левая кнопка мыши на другом. Копировать настройки одного завода на другой. Ну, вообще любого объекта. Шестерни пошли. Это очень хорошо. Да, столб. Забыл запитать. Вот сюда вот. Следующее важное производство. Одно сюда, другое сюда. Микросхема зеленая и провода. Так, точно такая же схема. Сундук. Следующий сундук. И манипуляторы. Что-то они у меня правда кончились. Придется немножко заказать, подождать пока сделаются. Так, сюда закидываем медь. Shift левая кнопка мыши. Закинуть один стак. Так, собираем, собираем. Здесь у нас расход на банках не очень высокий. Так. Да, обязательно нужно запитать столбом электрическим. Она же опора, линия электропередач. Манипулятор первый, второй, третий, четвертый. Зеленая схема вообще нужна в каких-то конских количествах постоянно. Поэтому их обязательно нужно поставить. И последний ассемблер сюда. Тут у нас будет производиться боеприпасы. Так, точно так же. Сундук один, второй. Манипулятор первый, второй, который кончился. Закажем парочку. Вообще на старте часто приходится ждать пока что-то скрафтиться. Так, первый, второй. И запитываем электроэнергией вот куда-то сюда. Теперь закидываем все железо. Ctrl левая кнопка мыши. Так, и тут можно тоже остатки докинуть. Собираем все, что накрафтилось. Здесь что-то опять все кончается. Это забираем. Следующий важный шаг в жизни нашей фабрики. Это автоматизированная подача угля. Первую очередь на бойлеры, которые производят у нас электрическую энергию. Ну, точнее, производят пар. Так, здесь тянем сюда. Тут, я думаю, наверное, может быть подземным протянуть, чтобы было покрасивее. Сейчас логистика откроется, сделаю подземный конвейер. Так, что-то у меня тут уголь заканчивается. Эту протянем пока в обратную сторону. Так, и здесь примерно где-то... Так, давайте-ка заберем уголь. На старте просто беда какая-то с постоянным закидыванием вручную угля. Но радует то, что это недолго. Достаточно быстро мы от этого избавляемся. Так, у нас готова наука. Заказываем, значит, подземные конвейеры. Закажем сплиттер. Он же разделитель, возможно, понадобится. Так, здесь это все можно позабирать. Это можно тоже забрать. Ctrl-левая кнопка мыши. Закинуть немножко угля оставшегося. Так, и тут по поводу подземного конвейера. Ставим такс... Нет, так, наверное, не очень удобно. Давайте на одну клетку в сторону сместим сюда и сюда. Дальше он пойдет... Так, тут не влезает. Но придется тоже немножко продлить его. Сюда, сюда. И сейчас останется просто ленту наверх довести. И все у нас будет замечательно. Здесь работать, подаваться уголь на наши бойлеры. Сразу протяну ленту с запасом. Прямо вот до последнего бойлера. Так, и грузить у нас будут твердотопливные манипуляторы. Заказываю пять штук. Почему твердотопливные? Твердотопливные сами в себя загружают топливо. Если вдруг у них оно кончилось. То есть уголь идет по ленте, они сами в себя загружают. И постоянно загружают в бойлеры этот самый уголь. То есть они не зависят от электричества. Поэтому я их ставлю вот на этих вот, на ванильных бойлерах всегда. Так, здесь делаем такой же самый переход. Тут налево. Все, лента у нас готова. Осталось расставить твердотопливные манипуляторы. Один сюда, второй сюда. Третий, четвертый. И пятый чуть повыше, чтобы оно как-то одинаково везде было. Замечательно. Так, турельки практически исследованы. И я знаете, что хочу сделать? Я хочу добавить оптику в очередь исследований. Это позволит нам делать лампочки, а то вообще нифига не видно тут, когда потемки. Я думаю, и вам не очень интересно смотреть на эти ночные побегушки мои. Так, это все собираем. И дальше нужно заказать электрические буры. Отлично, у нас готовы турели. Так, и на все деньги заказываем просто, ну, 9 турелей, да, у нас тут получается. Замечательно. Пускай все это пока что крафтится. А мы тем временем собираем наше вот это все и закидываем уголь. Все те же самые рутинные операции. Так, буры электрические, значит. Расставим примерно где-то, наверное... Так, для начала нужно убрать твердотопливный, поставить на панель электрический. Устанавливаем, значит, где-то вот в этом месте, с самого края. Так, первый. Ну, с самого края я имею в виду, что покрытие бура забирало весь уголь. Так, второй, третий, четвертый. Пятый поставлю призраком. Так. Так, эти три я обратно сниму. Это мне просто, чтобы понимать, где их ставить. И поставлю четыре бура, два справа, два вот здесь слева. Все. Отсюда можно стартовую добычу угля делать. Запитываем это все линиями электропередач, они же столбы. И можно протягивать конвейерную ленту. Прямо отсюда забираем и поехали. Поехали потихонечку вверх. Так, что-то надо по дороге бежать, чтобы быстрее было. Здесь поворачиваем. И тут, тут, наверное, надо подземными пройтись. Подземные нужно скрафтить, чтобы просто было все это покрасивше немножко. Чуть-чуть хотя бы. Так, уголь добытый мы тут забираем. И данный цех по добыче нужно немножко запитать в электросеть. Поэтому протягиваем оставшиеся столбы здесь. Сюда и вот так последний. И подземный конвейер. Отсюда и досюда. Все, замечательно. И как мы можем наблюдать, уголь у нас начал добываться. Едет по обеим сторонам ленты, что есть хорошо. Так, сюда немножко остатку закинем. А то что-то опять все кончилось. Так, собрать нужно железные пластины. Собрать медные пластины. Ну и останется здесь поставить последний кусок ленты. Замечательно. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Если было интересно, обязательно поддерживайте меня и Долбатрона лайком. Оставляйте свое мнение в комментариях. Обязательно подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. А мы с вами увидимся в следующих сериях. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok